Привет, дружище! У меня продолжаются до сих пор войны с моим компом, я не понимаю пока в чем дело. На ролике ты увидишь кучу графических артефактов, которых в самой игре не было, когда я ролик записывал, поэтому не знаю, видимо, драйвер видеокарты. Ролик я все равно решил выложить, потому что вы его ждете, и я не хочу вас заставлять ждать еще дольше. Приветствую, друзья мои, с вами снова Джексонами, продолжаем с вами наше выживание в 7 Days to Die Альфа-19. Как вы помните, мы с вами вернулись от торговца Хага, мы там занимались всякими непотребствами, кучу времени это заняло, ограбили пару книжных магазинов, это было прикольно. Но самое что главное, у нас теперь есть верстак и химлаборатория, за которой я все-таки тогда вернулся уже. Когда уже побежал домой, я вспомнил, что я ее не купил, вернулся, и все-таки она у меня здесь. Что ж, нам надо, наверное, дождаться утра, и все-таки уже начинать искать место для нашей постоянной уже базы, на которой мы с вами будем жить, производить и так далее. Потому как, вы помните, с этого здания я не могу забрать этот же верстак или химлабораторию, если я их здесь поставлю. А стоят они недешево, как помните, и построить их, у меня схемы даже еще нет. Поэтому я буду выбирать себе другое здание. В этом городе, скорее всего, хотя, возможно, мы с вами и переедем, к примеру, к вот этому. Поэтому вот в этот городочек или, допустим, к Таргашухагу, вот в этот город Ноухага, здесь городок совсем малюсенький, наш-то поболе будет. Либо можно попробовать поискать где-то в другом биоме, но это неэффективно, потому как мы очень много времени потратим на поиски. Поэтому, я думаю, будем искать где-то в этом биоме. Я хочу осмотреть, в первую очередь, вот это вот здание. Это Flawless Academy, по-моему, она называется. Это типа какой-то колледж или школа какая-то старшая или что-то типа того. Там многоуровневая крыша, и этим можно воспользоваться. Там и защиту построить небольшую. В плане того, ну, вдруг там кто-то заявится или еще что-то. И там довольно много места, на котором можно будет жить. Я не знаю, я еще посмотрю вне, так сказать, вне эфира, где тут можно припарковаться. В принципе, нам для основной базы-то не сильно то, чтобы много места нужно было. В общем, ладно. Что у нас есть? Что мы принесли? Оттуда не очень много. Так, у меня там, виноватрия, по-моему, есть броня, которую надо починить. Которую надо починить обязательно перед продажей. И перед продажей еще, вот сделать нужно еще кое-что. Я совсем про это забыл. Мы же можем броню и различные вещи, которые продаем, напичкивать вот этими вот модификациями. Которые мы, в принципе, сможем делать самостоятельно. Но я тяжелую броню пока одевать не собираюсь. Это уже потом. Поэтому вот эти вот заклепочки всяческие, их можно втыкать вот в эту броню и продавать. Тем самым увеличивая ее ценность. Так, тут у нас шум минус 4. Эти минус 8. Это типа плохие бесшумные соединения. Это улучшенные. Давайте посмотрим, сколько и те, и те дадут нам к этой бронике. Сейчас она стоит 372. Мы воткнем вот эту 819. Она стоит с плохими. 819 с плохими. И 819 с хорошими. Логика неоспоримая вообще. Капец. Ладно. Оставляем тогда в ней плохие. Хорошие пока скинем. Надо было, блин, во все так втыкать, которые я продавал. Я столько крутой брони ведь продал. Ёпэрис это. Может, у меня где-то что-то осталось. Может быть, что-нибудь где-нибудь завалялось. Нет, ни черта. Ни черта. Я все продал. Я все продал, да. Дурак. Я только недавно об этом вспомнил, что так можно делать. Но момент упущен, собственно говоря. Так, тут у меня какие-то ресурсы лежат. Еще что-то. Так, я накрафтил гильз. Я накрафтил стали. Пульки маленько накрафтил. Свинца у меня почему-то мало. Надо добыть еще где-нибудь свинца. Собственно, ладно. Я жду утро. И мы с вами продолжаем работать на торгаша. У него уже там должен в скором времени появиться третий кир заданий. И, собственно, будем потихоньку подыскивать место для новой базы. Что ж, в принципе, почти утро. Я тут пока что-то там расфасовал, что-то там приготовил и так далее. Короче, занимался всякими полезными для общества делами. Сейчас мы подведем. Так, это, в принципе, по воде. По воде давайте еще один схаваем. И дальше мы подзакусим уже консервами или чем-нибудь таким. Чем-нибудь таким, а уже утро. Красота какая. Красота. Красота. Так, это в разбор. Это в разбор. Все, это мы скидываем. И с вами сразу же, пока еще торгаш не отпустился. Да, я здесь поставил дверь. Ну, а то что, как бы, вроде как бы вход, а двери нет. И здесь вот надо будет сделать лестницу. И вот здесь вот тоже. Это я забираю с собой. И разбираю на дерево. Ну, а что, пусть будет лестница. Вот не пофигу. Зомби все равно сюда не придут и меня не найдут. Так и никто не заспавнился ночью здесь. А я так ждал, я так ждал. Сидел на краешке, смотрел вдаль. Когда же за мной придут? Ну, нифига. Чуть я, стоп, подождите. Чуть я пешком-то, а? Чуть я пешком. У меня же железный конь есть. Все, движим туда копать. Все равно ловлю некоторые пролаги, некоторые фризы, когда проезжаю. Но это, видимо, из-за того, что текстуры дальше грузятся. Видимо, из-за этого. Вот, кстати, один из вариантов здания, в котором можно осесть. Если кто помнит, я в 18.4 в таком здании оставался на ночь как-то в другом городе, когда случайно не успел домой доехать. Но у этого здания есть один очень большой минус. Сейчас я вам его покажу. Если основная часть здания сделана из бетона, 2500 прочностью, то вот этот вот ангар здоровенный, сам гараж, он сделан из железа, прочностью всего 300. То есть, если только, к примеру, использовать его просто как здание само, где жить, а боевую базу где-то строить отдельно, ну, в принципе, это логично, и так оно и нужно делать, но оно все равно довольно небезопасно, потому как если, ну, вдруг налетит, к примеру, ночью я там что-нибудь крафчу и так далее, вдруг налетает, к примеру, бродячая орда, и они вот эти вот 300 единиц металла, они высосут просто... Ну, вы понимаете, короче. Тут, кстати, кто-то ползает. Я тебя видел издалека, ты тут ползаешь и рычишь. Я, кстати, сейчас знаю, как его поставить на ноги. Как его поставить на ноги, из-за чего он встает на ноги. Вот смотрите, он сейчас умер опять от кровотечения, и денег мне опять... Не денег, опыта мне опять не дали. Странная фигня, я все-таки пока не понимаю, как это работает, но Карина, видимо, не работает это так теперь. Точнее, еще не работает. Окей, у нас тут близко совсем, тут еще кто-то шарится. Слышь, женщина, ты где там? Я, кстати, только ночью обнаружил. Нифига себе, я прямо чемодан в лицо кинул. Я, кстати, только сейчас ночью обнаружил, что я, оказывается, уже умею крафтить стальные стрелы. Стальные, ну, то есть стальные наконечники и стальные стрелы. Я это делать могу. Почему я их не делаю? Я не знаю. Надо сделать стальные наконечники и понаделать стальных стрел. Они же мощнее, наверное. Надо. Ладно. Так, нужно переодеть очочки. Так, давай, хопа. Ну, кстати, смотрите, он почему-то не сузился. Вот падла. Ладно, копаем. Я предполагаю, что я найду это очень быстро. Капец, я тут раскопки устроил. Вон он. Вот он. Так, и сейчас мне нужно выкопать себе отход. Выкопать себе отход так, чтобы я мог быстренько отсюда вылезти. Потому что я что-то, какую-то прям шахту до него выкопал. И сейчас придется убегать очень быстро. Вы же помните, что сейчас заспавнятся зомбички там всякие и так далее и тому подобное. Причем их сейчас раз, два, три, пятеро. Ух. Ух. Нет, не хочу я вас. Не хочу я вас, друзья мои. Вы, конечно, все такие красавцы. Где мой велик? Я велик бросил. Во, я дебил. Нет, смотрите, шестеро, шестеро их. Шестеро этого муслула вообще мадама. Так, все. Нет, ребята. Вы, конечно, красавцы. Все дела. Но нет, спасибо. До свидания. Приятно было познакомиться. И вон они бегут за мной. Итак, отдай мне все, что у тебя есть. Ух ты, деревянный лук четвертого уровня. Он, он, он лучше, чем мой или нет? Я не понимаю. Типа мой мощнее по урону. Хм. Ну и нафиг он мне тогда нужен, если он просто мощнее по урону? Вот, фу, он ничем не отличается. У моего чуть меньше прочность. Ну и пофиг мне деревяшкой его залатать. Вообще ничего не стоит, нет. Лук я брать не буду. Если бы он, конечно, дал мне что-нибудь типа блочного лука, тогда да. Тут мы возьмем патроны. Это просто очевидно. Так, давай, что у тебя? А, нет, сначала. Сначала давай продадим тебе. Блин, я ее не взял. Черт, ладно. Ладно, в другой раз. Работа, 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 работа. Так, вторая. Принести, принести, очистить. 195 метров. Совсем рядом. Прикольно. Что это за Стор, хардвэр, хардвэр, хардвэр. 200 метров. Но у нас же до дома не 200 метров, так ведь? Значит, это не он. Хардвэр-стор. Это, скорее всего, этот автомобильный магазинчик. Давайте возьмем, да. Господь. Это, походу, Кастарама, ребята. Да, это, походу, Кастарама. Окей, едем в нашу Кастараму. Да, это именно наш магазин инструментов. В нем мы еще, кстати, по миссии не были. Но здесь очень много чего сейчас появится. Снова, может быть, нам попадутся какие-то крутые инструменты. Потому что сейчас тут все обновится, а здесь было дофига. Смотрите. Сейчас как магическим образом все вот эти полочки... Давайте сделаем вот так. Это в смысле я... Ты дебил. Я цветочки хочу убрать. И вот это вот. Это я заберу себе это. Декор все дела. Вот так вот. Хлопись. И полочки наполнились ресурсами. Красота. Красота. Ну, здесь, как мы помним, ничего опасного нет. И никого. Так. Пара манагеров. Э. Купына. Вы че? Они типа все на крыше. Ну окей. Мы пока поищем что-нибудь полезное у вас. Вот. Просыпайтесь. Подъем. Стиви. Стиви, здравствуй, дорогой. Здравствуй, мальчик. Мальчик мой, здравствуй, здравствуй. Давненько не виделись. Да я в тебя потыкаю ножичку. В смысле, вот он умер, а мне опыта опять не дали. Че, неужели он опять умер от того, что мне не нужно? Интересно, в этих унитазах я могу найти пистолет. 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 О. Коса, кстати, была пустая. Прошло... Эй, раз. Кто-то откуда-то свалился только что. О-о-о. Мой толстый друг. Ой. Ой. Он злой. Он сегодня злой. Давайте его взбодрим камушками. Мушки-то он же. Камнями стреляет. Вы же в курсе? Ой. Ой, как нехорошо получил. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Давайте побыстрому сейчас всех замочим. Как мы помним, основная масса этих... Гадюк у нас наверху. Можно даже, не знаю... Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Паучара. Ух ты, ух ты. Какой страшный был звук. Какой ты страшный звук издаешь, молодой человек. Ты звук издаешь страшнее, чем выглядишь. Блин. Я уж думал, тут крикуха заныкалась где-то. Но такого, конечно, не бывает. Насколько я помню. Крикухи, насколько я знаю, они просто гуляют по улицам. Они... Не это... Не спавнятся внутри дома. А ты куда, женщина? Я ж как бы здесь. А, ты решила через дверь зайти? Так тут открыто? Тут же открыто, мать. Ну ты даешь, а. Ну ты даешь. Так, кто тут еще жужжал мне над ухом? А, вон ты где. Знаете, на тебе еще раз. И где моя дубинка? Я хочу тебя поджечь. А, ты уже кончилась. Все, прекрасно. Так, вот здесь я помню. Туда типа через крышу надо заходить. Но мы с вами тогда прошли туда совсем не через крышу. Мы прошли с вами через задний двор. Надо бы их вызвать, что ли. Э, ублюдки. Давайте все ко мне. По Шурику, пожалуйста. А давайте, как в прошлый раз, сагрим их с крыши, чтобы они спрыгнули. И чтобы нам было весело. Давайте вот выпьем даже за это дело чайку. И вперед. Собака. Собака. Ты откуда здесь, блин? Вот они, господа мои. Вот они, вот они, вот они, вот они. Вот они. Ух, как много. Там еще в шургоне кто-то сидит. С ножа тебе в рыло. Мечестричка. Так, че там, че там, че там, че там. Ай, не то нажимаю. Все, я, я что-то запаниковал излишне. Простите, пожалуйста. Так, ты не подходи. Я обиделся. Сумка. Сумку я в прошлый раз не видел, кстати. Харета, мне бетон разрушать в фургоне. Он мне еще будет нужен. Так, ты тоже не ходи сюда. Здесь дует. А, все, это они кончились, да? Но это они были не на крыше. Это были те, кто были во дворе. В прошлый раз во дворе их не было, кстати. Во дворе не было никого. Они все тогда на меня с крыши упали. Все, никого. Э. Есть кто полуживой еще? Видимо, нет. Видимо, нет. Это мы все лутаем. Потом разберем. Ну, че, лезем на крышу, что ли, тогда? О. А, ну да, это офис, да, в который можно пробиться через эту дверь. Минералочки, естественно, мне здесь никто из зомби не оставил. Плохие зомби. И это мы забираем. Это мы разбиваем. Это мы тоже забираем. Свинец. Кстати, свинца что-то мало. Надо бы где-нибудь его... Надо бы где-нибудь его добыть. Так, кстати, а вот это... А вот это мне бы пригодилось. Я не знаю, зачем мне столько этих... Каких? Ладно, траву выкидываем. Траву выкидываем, она мне не нужна. Не знаю, на кой черт мне... Я забыл, причем как красители. Красители, да, знаковый черт мне столько красителей. Но вот зачем-то вот я их хочу. Так, тут две книжные полочки заспавнилась. Пит-пистолет. Оружие разваливается буквально на глазах. А та хитрость поможет поддерживать оружие в сохранности дольше. Оружие 9-го калибра. Приходит негодность на 20%. Медленнее. Прекрасная книга. Прекрасная шедевральная. Я люблю пистолеты. Схема железных инструментов. Это мы на продажу отправим. Так. Это еще что за звуки? Во! Вы посмотрите-ка, ах! Вы только посмотрите! К нам пришли гости. Как в прошлый раз. Это что, теперь на каждой зачистке такое будет? Вы так и серьезно хотите мне сказать, что мне каждый раз придется сражаться с этими гоями? Я не согласен. Ну, я сейчас, конечно, нахожусь вообще в полнейшей безопасности здесь наверху. На тебе. И на тебе еще раз. Жиробас. Ты что здесь ходишь? Женщина, да сколько на вас стрел надо? Вас проще застрелить, чем вас из-за слука стрелять. Вот серьезно. Мужик, не дергайся. Ты хоть и мишень толстая, но я почему-то очень сложно попасть. Так, прекрасно. Этот тоже скончался. В муках, я надеюсь. Так, аккуратненько проходим. Сейчас мы их удивим. Они такие там стоят. Они, походу, давно здесь долбятся. Или их здесь... Обалдеть! Ребята, а что вас... А что вас так много-то? А что вас так много, серьезно? Ай! Она еще... Она еще меня и достала, вы прикиньте. Вот мразь. Слышь, тетка. Мы с тобой так не договаривались. Ты договор читала, а вообще нет? Хе-хе-хе-хе. Так, еще минус. На тебе. Перестаньте залезать друг другу на головы. Это неэтично. Нет, слушайте, нормально так. Если... Если они сейчас так будут приходить на постояночку, это так-то вообще будет... Это... Можно сказать, нелегально. Я тут, значит, такой себе хожу. Лутаюсь потихоньку. Так, как это что? Мразь, закончишься. Да, блин. Не дергайся. Так-то неплохо, слушайте их. 7 или 8 штук было. Мы так прокачаемся очень быстро. Это возможно. Возможно, это сделает какой-то инструмент компенсации того, что у меня типа уровень не очень высокий. И таким образом они предлагают мне типа быстрее прокачаться. Кстати, такое... Такое, я вам скажу... Такое, я вам скажу, не исключено. А-а-а! А, что такое это? Ёпырыс, это... Чё случилось? О, да... Дикие зомби! Умри! Нет, они не дикие. А чё вы на меня понеслись-то, как придурочные? До свидания, блин. Вы чё так пугаете? Вашу ж макерь, а! Я уж думал, я сейчас спрыгнул с крыши, нахрен ногу сломаю себе. Шо за люди? Шо за люди? Да блин, стой-то пропустить ты! Да! Унитаз надо обыскать, тут пистолет может быть. Нифига! Нифига, здесь ничего не может быть. Так, мне нужен вот здесь ещё ящик. Вот здесь ящик, этот ящик восстановился. Я тебя знаю, я здесь нашёл тигель. И надеюсь, я сейчас здесь найду что-нибудь тоже не менее интересное. Баночка с рама. Сойдёт. Сойдёт, но что-нибудь более крутое было бы лучше. Шестой каменный топор. Пять лампочек. Ну! Такое себе, конечно, удовольствие, но... Почему бы и нет? Шестой топор, это прикольно. Он, кстати, ещё и лучше, чем мой, поэтому... Давайте сделаем всё по-быстрому. Это мы в разбор. Это сюда. И это значит модифицировать. Тыц, тыц, тыц. Отличненько. Шестой топор у нас есть. Не знаю, для чего он нам, но... Но есть. Каменный топор, кстати, хорошая вещь. Его нельзя недооценивать, потому как в сравнении с тем же железным, он в походах... Оу! Он в походах намного эффективнее себя показывает, потому как заменяет сразу два инструмента. Молоток и топорик. И, собственно, используя его, мы можем всякие интересные штуки делать. Оу! Мужчина! Вам явно не повезло. Хаба! В прошлый раз мы здесь вот выбили дверь. Давайте, ладно. Быстренько разбираем все ящики здесь и смотрим. Еще один шестой каменный топор. Ну, блин. Ну, ладно, че? Сейчас, кстати, посмотрю, может он еще и получше, чем мой. Че здесь? Две шестые лопаты, блин. Ну, серьезно. Че-то как-то посущественнее нельзя дать, нет? У меня вроде каменный век-то кончился, ведь... А? О, меха. Вот меха, это прикольно. Меха, это прикольно, но мне это уже некуда складывать. Давайте схаваем еду, потому что я хочу есть. Все логично. Трава, уйди. Перья. Перья откуда взялись? Я, видимо, забыл выложить, когда стрелы ночью крафтил. Жир, уйди. Заплесневелый бургер, уйди. Блин, я и глина... А, это глина у меня копался я сейчас. Кожаные сапоги в разбор. Нафиг они мне нужны, даже продавать их не хочется. Это... А на че? Она ломается, кстати. А, на глину. Ну, ладно, пусть так будет. Так, здесь вот еще сундук. Сталь. Сталь, в принципе, да, в принципе, это... В принципе, хорошо, но у меня... Я сам уже крафчу сталь, поэтому не вижу в этом смысла. Ну, особого. Третья двустволка. Это хорошая находка. Золото... Ой, злато-серебр. Вот такая красота. Каменное копье в разбор, естественно. Это, может быть, пойдет на продажу. Если влезет в карманы. Да, в карманы вроде у меня все... Да, в карманы у меня все прекрасно влезло. Что-то можно... Вот давайте гаечный ключ покрасим в красный. Пусть будет красный гаечный ключ. Красиво? Красиво. Класс. Все, гениально. А, вон я еще один ящик забыл. Ой, я лошара. Вдруг здесь вот злато-серебр лежит. Миллионы. А я это не взял. Не злато-серебр, конечно, но все-таки тоже хорошо. Так, 1200. 1200 и 1000. Ну, выходим здесь. Понятно. Я еще сейчас залутаю здесь все, что есть, и идем к торговцу. Так, что ж, и последнее, что нам нужно здесь сделать, это достать вот эту вот херовину. Давай-давай-давай, открывайся. Быстрее. Отлично. Это не то, что нам было нужно. Я не понял. Стоп, а где этот наш? Так, 7 латуни, нафиг выкинуть. Это взять. Тряпки выбросить. Это взять. Копье. Копье в разбор. Так. Стоп, а где у нас сундук? А, он на этом этаже, что ли? Слушайте, а я что-то это затупил совсем. Три ме... А, причем вы здесь? Помогите, слушайте, а я не заметил. А я совсем не заметил. Блин, его еще положить некуда. Твою мать, что за фигня. Так, ну, давайте, не знаю. Не знаю, давайте вот это выбросим. А вот это заберем. Все, отлично. Нужно поговорить теперь с торговцем. С торговцем. Возвращаемся. У меня теперь, как я вам уже говорил, у меня продолжается война с моей техникой. Сейчас у меня появилась новая проблема. Игра начала вылетать. Игра начала вылетать. Она пишет команду что-то типа... Out of memory. Типа, что ей памяти не хватает. Хотя расход памяти... Что это за нахер? Как это, блин? Что? Что это, блин, случилось такое? Так, подождите, я должен это заскринить. Я должен это заскринить. Сурвагеру отправлю, он отправит разрабам. Это совсем некрасиво. Что-то какая-то херня с текстурами. А, вай, что это? Что это за фигня? Что это нахрен такое? Что у меня, мать вашу, с текстурами? Очуметь. Очуметь. Сейчас подождите, но я должен сделать скрины всего этого. Фух, благо. Господа, перезагрузка помогла. Какой-то дичайший глюк с текстурами. Что-то 173-й билд меня вообще не радует. Вообще никак. Здорово, мужик. Что ты мне можешь предложить? Так. Так, железные перчатки, железная кирка, роботизированный молот. Еще один. Ушите, ну и здесь, по-моему, очевидно. Хотя мне бы пригодился инструмент для копания третьего уровня. Роботизированный молот у меня уже есть. И двумя турелями мы все равно управлять одновременно не можем. Поэтому давайте возьмем кирку. Она мне полезнее будет, потому что надо скоро будет ресурсы копать там и так далее и тому подобное. Давай кирку. И... А, он же у меня забрал сундук, отдал кирку. Да, все верно. Так, давай. Теперь я тебе сбуду все, что могу, пока тебе сбыть. И потом пойдем. Мне надо вот эти две штуки, пожалуй, починить, которые я там нашел, пока лутался. Так, второй молоток оставим. У меня, по-моему, первый. Это что? Урон от оружия дальнего будет. Так, это давайте продадим. Части стальной. Вот это все. Это все мы продаем. Хопа. Хопа. Все это продаем. Сейчас мы обратно отобьем все наши деньги. Так, эту броню я, по-моему, копил или нет? Не знаю. Давайте пока оставим. Продавать не будем. Ну-ка, сколько вам? Пятихатка? Нет. Давайте продадим все-таки. Мне пока деньги важнее. Броню я пока крафтить не собираюсь. Деньги тоже забирай. Третья кирка моя. Так. А, ну, золото. Нет, кстати, сейчас посмотрю. Может у него... Может у него есть таблетки? Таблеточки, таблеточки. Нет, здесь их нету. В автомате надо посмотреть. Надо посмотреть в автомате. Может быть есть для ботанов только там. Ну, ладно. Ну, ладно. Так, я тогда схожу сейчас броню починю и вернусь к нему. А то я еще пить хочу, надо попить. А то я сейчас затохну нафиг от жажды. Так, ладно, я все починил. Все починил, что можно было. Понапихал туда модификации. Теперь они стоят прям вообще космических денег. Это у нас, значит, стоит 819. Мы ее продаем. Естественно. Тебе это еще и не интересует. Ты совсем охренел уже. Так, вот у нас есть 6. Полторы тысячи теперь стоит. Я в нем вставил еще бронепластину. У меня сейчас в броню бронепластину уже пихать некуда. Они у меня везде есть. Поэтому вот так. И это тебя не интересует, да ты охренел совсем. Так, давайте тогда сделаем вот так. Давай тогда сделаем вот так. Отсюда заберем бронепластину. И поставим ее вот сюда. Потому что перчатки, по логике, он должен забрать. Потому как я перчатки ему вроде не продавал еще. Да, перчатки он забрал. Отлично. Вот эти тоже. Пон же из металлолома. Он забирает эти две. Тогда продадим чуть позже. Это я разобрал первый дробовик. Продаем это все. И это продать. Лампочки 5 штук. Нафиг они мне нужны. Нажимные плиты мне тоже не нужны. Бита. Бита. Я не знаю даже, что с ней делать. Она слабее моей дубинки 5. Поэтому нафиг она мне нужна. Если только потом какой-нибудь покруче найти. Так. Это тоже продать. Это продать. Это продать. Книжку продать. Золото продать. Алмазы продать. Серебро продать. Все, отлично. Мы снова богаты. Мы снова богаты. У нас 14 тысяч. Мы можем скупать вообще все, что хотим. Все, что хотим. Но мы пришли к тебе снова за работой, мужик. А что у нас есть? Закопанные припасы принести. Очистить. Очистить от зомби принести. Очистить от зомби 900 метров. 900 метров. Блин, далековато 900 метров. Далековато, далековато. Ну ладно, давайте сходим. Почему нет? Мы любим чистить от зомби. Да так ведь, так ведь. Поэтому поехали. 900 метров. Кабин. Кабин, кабин, кабин. Не знаю, что такое кабин. Ну пофиг. Узнаем. Узнаем по прибытии, господа. И что же это за кабин у нас? Такой нас тут ждет. Похоже на ферму какую-то. На ферму или просто... Просто какой-то, слушайте, маленький... Маленький, совсем маленький зомби. Маленький, совсем маленький зомби, хотел сказать. Да, это маленький зомби. Ух, как тут дорогу-то перекосаюбило. Так, ты где там? Ты потом в траве затеряешься, я тебя не найду. И испугаюсь потом. И испугаюсь. Вот так все лежит. Так, давайте посмотрим, что в машинке. Может быть, что-то полезное. Ух, какая полезная 6-я лопата. Давайте заберем дерево еще. Ну мы же помним, что сейчас-то все обновится. Я, конечно, этим багом не пользуюсь. И не приветствую этого, потому как... Ну это нечестно. Поэтому вперед. Это все должно быть очень быстро. Я не думаю, что здесь их очень много. Давайте перезарядимся. Как с патронташем-то. Я все патроны для пистолета выбросил. Вот дебил. Вот дебил. Ну ладно, что теперь? Так. А, у меня фонарик включен. Я думаю, что так светло-то... У меня же на лобной фонаре есть, который... Который светит. Так. У меня послышалось, или кто-то опять уже стучится с улицы? Ну так же нельзя все время делать. Так ведь? Я пришел в маленький домик. И сейчас тут будет... Ну ладно, шестой топор, я хотел сказать. И сейчас тут будет просто... В тупую схема. Так, давай кошелечек. Патроны. Вот, кстати, вот и патроны для пистолета, которые я так просил. Я, видимо, зашел не с той стороны, с которой должен был зайти. Потому как тут он дорогу уже на топовый лут. Но мне в первую очередь надо все это дело... Так, тихо, вон она. Нет, в нее так не попасть. Тетка. Находи. На честный бой. Ну или не совсем честный. Ух, какая злая-то, а. Какая злая девочка. Да вы серьезно, ну... Да вашу матерь, ну как же так-то? Или это просто... Тихо. Он меня не видел. Он меня не видел, но он идет в дом. Да, он меня не видел. Ну, теперь-то он, конечно, меня видел. Мужик, ты откуда здесь? Так. Вон еще один. Любитель. Попадать. Да перестань ты. О, спасибо. Желтый. Вау, третий охотничею. Жжёнь, хренашечки, мужик. Слушайте, хорошо, что я вышел. Мужик, ты прям... На. Дай я тебе поцелую. Нет, ну, не в твою мерзкую рожу, конечно. Блин, слушайте, я опять испугался, что это бродячая толпа на меня пришла. Но, не, ну, если бы они вот так вот прям ходили, это ж ну реально зашквар, по-моему. Куда бы ты ни пришел, они придут за тобой. Это тоже не прикольно. Мутная вода в бочке. Привет. Стив. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я не попал, я не попал. Стиви, прости. Прости, дружище. Да прекрати ты лупить меня уже, сколько можно. У меня, кстати, прокачано, не прокачано, это, лечилка-то я не помню. Сколько у меня там вообще? 22 уровень. О, у меня 5 тачков. У меня 5 тачков можно прокачать, а я как к фуфел хожу. Блин. Так, давайте сразу один вот фактор исцеления кинем, просто чтобы оно потихонечку само лечилось. Эй, друзья, выходите. Я хочу, это, вас тут всех что-нибудь с вами сделать, короче, хочу. У вас тут, похоже, немного совсем. Че спишь? Эй, проспался. Вспышка спереди была, видел? Нет? А вот твоя голова видела? Че-то там не ни одного пистолета не попадается в этом. В туалетах. В туалетах. Так, все, здесь на этом этаже больше никого. тетенька наверху иван медь сестричка еще вот здесь давай сюда иди я промазал я лошара как можно так мазать вот смотрите сейчас она снова откинулась от кровотечения но теперь мне дали опыт странно это все работает и на этом видимо на этом видимо все стулья я собирать не буду то ну вас нахер кто где сделал вы же слышали я же не глухой да да стой ты болен 62 блок да там кто-то есть ползунчик ползунец ползунишка как тебя назвать не знаю вот смотрите он опять от кровотечения умер и и не дали я не понимаю как эта фигня работает надо кому-нибудь знающему задать вопрос ладно я тут долутаюсь и несёмся обратно я чуть не забыл про комнатку стоповым лутецким здесь он небольшой но это оружейный ящик здесь может быть что-нибудь интересное хотя интересное нам уже заметили интересно а еще вот кстати с едой ящик так и не заметишь его под потолком то так тут куча куча еды куча еды куча еды смотрите что еще нашел значит я нашел схему стального кастета прикольная штука можно попробовать будет сделать закаливание при экстремальных температурах повысила устойчивость к высоким температурам а это меня устойчивым сделала да класс класс почему нет мне нравится такая мне нравится такая движуха так и что-то у меня еще гвозди брысь а вот еду я заберу так что у нас еще здесь по мелочи пинтик патрончики патрончики это я помню мы разбираем ничего не вывалилась из меня и вот это по моему можно разобрать куда она моему латуньку нужно давать да она дает латуньку и она из меня выпало пить их как кашки а вот еще у меня есть рецепт овощного рагу но его надо продать вот спирт не нафиг нужен вот латуньку я возьму все это вроде нет еще вот мусор у четыре монетки как бы я как как бы я без них жил потом а скажите все ладно возвращаемся к торгашу смотрим чего нам даст и вот он я а вот он ты мужчина в шляпе два мужчина в шляпе встретились мужик схема руля велосипеда мужик я уже сделал все что мне нужно патроны альманах пожарного замри падай на пол и перекатывайся как профессионал вероятность загореться снижена на 25 процентов ну так себе удовольствие схема руля велосипеда мне тоже не нужно я естественно забираю патрон потому как у нас теперь есть винтовочка это очень круто это очень круто я забираю е и что это патроны выпали так нужно быстренько ему чуть продать вот забери вот это и я заберу свои патроны так чё я тебе могу втырить давай вот это забирай забирай вот это забирай это забирай это это я вообще зачем с собой принес он идентичный совершенно все так дальше 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 чем можно продать чем можно продать броню снова продаем всю продаем видов хочешь а вот хер тебе не дам хер тебе не дам я жадный я жадный так что-то у нас есть такого важного особо что мы можем у него купить по моему так вот пули есть у меня кстати очень мало свинца поэтому давайте я у него пули сберу пригодятся пригодятся так для строительства для строительства так 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 модификация раститель могил у меня есть охота с копьем я не хочу двустволка четвертого уровня у меня третьего есть особо особо она мне погоды не сделает господа так патроны похлебка нет это все не то это все не то гаечный ключ это все я ему продал все у него больше ничего нет так чуть еще есть у тебя быстренько и такое прям 500 метров закопанные припасы а здесь 300 метров принести вы давайте 300 метров привести посмотрим хаосов тюдор дом тюдоров каких-то это давай как раз 7 часов мы быстренько сейчас сносимся туда принесем это дело а он еще и первого уровня слушайте так это я даже что-то не посмотрела это вообще должно быть быстро этом кстати когда ехал рядом с оружейным заводом есть вышка такая типа вышка рейнджеров я вот думаю может поселиться на ней надо бы разведать ее так вот этот домик да нам нужно просто из него принести но раз нам нужно просто привести вот здесь кто-то сидит же нет смотрите никого раз нам нужно просто принести поэтому мы сюда вообще как эти еще блин полный вообще сюда пришел по самое не балуйся люди кто-то есть вообще дома нет вот да 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 вставай страна огромная ты дышь раз первый член семьи истреблен такой же до свидания дробовик моща дробовик моща так дверь закрываем здесь кто-то есть по-любому тетенька привет а вот тебя и нет классно прям стихами заговорил дверь закрываем кто там никого так где-то вот где-то вот здесь получается сюда я поднимаюсь и это уже не то здесь типа комната а-ля топовый лут с эти прикольный домик слушайте мне он нравится где а а вот смотрите нормальный у них тут у курьеров нычки прекрасно я уже забрал я уже все сделал ха 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 теперь ладно посмотрим что здесь есть интересного давайте сразу верхнюю комнатку сходим вот здесь кто то есть много выдохова выходите с поднятыми руками женщина не ешь меня давай hunt трищ давай танцуй до свидания ты дядя тоже это ты мне не нравишься да стой да куда ты нам у тебя интеллекта тестов совсем не хватает бывает чувак бывает ничего страшного ничего страшного сразу две какие-то книжки давайте мы сразу долго ходить не будем а я сразу нашел то что нам нужно было я сразу нашел то что нужно я крутой дайте мне пожалуйста пулемет пулемет калашникова или что-нибудь такое или ракетомет опять 6 топор нафиг он мне нужен этот 6 топор сычи за книги в городских условиях сигары увеличивают вашу силу повышает на вы торговли делают круче научить научиться создавать сигары ну как бы у меня есть сигара ну ладно пусть будет боеприпасов никогда не бывает мало а вот это полезно это очень полезно так надо поесть чтобы как раз освободить место 1 и 2 так этого пока хватит это пока хватит сейчас боеприпасов должно быть больше после книжечки я не думаю что прям сильно но должно быть ох ты тройной тройной подсумок тройной подсумок это шедевр так забираемся что можем этого разбор 6 дубина это супер пупер это сюда шестую дубину забираем комары закалибали так так третий нагрудник тоже забираем что-то еще давайте съедим лосося и забираем перчатки три кости так это все все больше здесь больше здесь ничего нет да и уже собственно вечер отправляемся домой ну точнее к торговцу надо сдать это все дело охренеть видали как я это сделал и вот калаш и вот калаш и вот калаш обалдеть обалдеть так красочку можно выбросить калаш можно забрать а нет вот можно вот так вот сделать и можно даже еще можно даже еще краска как-нибудь краска как-нибудь пригодится да блин я это снять не могу у меня места нет так вот это убрать вообще выбросить нафиг краситель черный все отлично вы видели как технично это сделал я крутой вообще спасу нет а главное скромный главное скромно ребят главная скромность скромность украшает мужчина вот это ящик или чё это нет это просто блок он было бы хитро если бы это был спрятанный еще есть кто да смотри стиви сидит стиви а ты чё не вышел когда выходили все остальные ну ты даешь ну туда ты столько всего то столько всего интересного пропустил так давайте кстати подсумок то оденем в броню он до вставляется офигеть у меня сколько тут всего вставлена и давай еще под сумочек сюда пойдет во прекрасно вообще гениально идеально невероятно так ты дышь ты дышь так тут все больше по моему больше по моему в этом доме взять-то нечего а ну можно еще кстати вроде больше никого нет можно на как не пошарится тут еще еда должна так 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 быстрее 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 надо успеть сдать у меня опять полный инвентарь прям полный подзавязище что ты мне дашь снайпер я это читал патроны 120 120 прикольно а ты не мог их сложить в одну кучку блин так было бы намного эффективней так забираем теперь теперь смотрим чем могу ему продать могу продать ему довольно много ухо и мне еще 23 левел далее у меня пять очков еще есть надо будет ночью их распределить так это продать болты арбалетом я не пользуюсь поэтому продать перчатки нашпигуем чем-нибудь и продадим сейчас продавать не будем это мы тоже забираем с собой третий гаечный ключ мой лучше поэтому этот мы продаем 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 это мы тоже поэтому тоже продаем и вроде все остальное я тебя ничего продавать не хочу остальное все мои так чего у тебя на завтра есть чё у тебя есть на завтра мы завтра и посмотрим все я двигаю на крышу и сейчас мы с вами распределим наши очки которые у нас есть потому что но не гоже это ходить нераспределенными 5 очками так двери закрыл торгаш только что пропел что он уже закрывается и давайте посмотрим чего у нас есть по скиллам чего у нас есть по скилам 5 очков у нас доступно давайте так давайте в чем проблема а да это прокачивается только с третьим уровнем давайте третий уровень ловкости вкачаем мы все-таки стреляем звуком стреляем с пистолета это нам необходимо что у нас еще есть можно удары засады это нам повысит еще урон из урон врасплох вы передвигаясь незаметно заставляет заставить и врагов врасплох до атака из пятежка плюс сто процентов до давайте и и вкачаем и шумную тень качать не будем больше потому что в принципе по ночам и пока не сильно много ходим шквал ударов тоже мы руками не воюем легкую броню вот можно одну вкачать чтобы нас чтобы у нас было поинтереснее в плане брони защищала защищали нас те тряпочки которые на нас сейчас висят собственно говоря стрельба из лука вот можно до 3 вкачать и мы сможем создавать хорошие луки классом качество 4 это уже интересно потому как четвертый лук это уже хорошо у меня четвертый лук может быть если я сам сделаю 4 деревянный лук он будет лучше но пока оставим потому что до 3 уровня искусственный стрелок нужно по моему до 5 уровня ловкость скачать что ли у меня этого сейчас нет хулу собственно ночь наступила он жира басина заспавнилась надеюсь 1 так давайте осмотримся посмотрим кто кто где заспавнился может быть может быть что-нибудь интересное типа медведя есть хотя тут они почему-то рядом с торгашами они почему-то очень редко спавнятся так вон он там гульванет я спрячусь факел иди ко мне вот так вот и все все я вы здесь у тебя до в уголочке и меня не видно будем дальше распределять я его конечно не боюсь но все равно нафиг мне лишний геморрой так у нас есть еще везучий искатель и охотник за сокровищами везучий искатель нам улучшит лут но у нас лут и так в принципе неплохой падает я думаю сюда с этим и пока подождем долбатель долбатель у меня один прокачан сексуальный тиранозавр тоже сила у меня сигара добавляет сигара мне никуда не денется поэтому так она и будет также я даже я даже не знаю куда вкинуть можно выгодный бартер не вкинешь харизматичная натура а это на пвп электро чикатило медик не хочу тушки я даже не знаю вот даже не знаю куда распределить еще два очка капец да можно вкачать охотник это если мы будем убивать животных с них будет падать больше мяса и костей но так так ли это необходимо я вот не не думаю я не думаю поэтому я наверно я наверно вкачаю еще один уровень стрельбы из пистолетов это по-любому и наверное а чё ловкость дает вообще 230 урон выстрелом в голову и можете расследить врага луками пистолетами и ножами я как раз ими и пользуюсь но вот дробовиками мы тоже пользуемся поэтому давайте вкачаем одну бум палку но почему нет вот так теперь мы более прокаченные чуваки чё там кстати с этим жиробасом да он где-то здесь шарится он жиробасина о а может давайте попробуем у нас же есть у нас есть калаш теперь а здесь калаш на у нас есть не только калаш у нас есть охотничий ружье 66 урона в голову можно попробовать ему отстрелить что-нибудь рядом вроде больше никого нет давайте попробуем так видно его нет смысле он меня увидел что ли он же он же не видел меня это он просто так вот по интуиции сюда зашел хотите сказать вы хотите мне сказать что он вот настолько умный я вот почему-то так не думаю ну прикольно он мог сейчас спокойненько зайти вот сюда по лестнице и такой меня увидеть типа и мужик не он скрылся он скрылся из виду ну и наплевать на него ладно я жду утро вам всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал обязательно все это дело комментируйте и увидимся в следующих сериях выживания 7 days to die пока пока